У бездомных детей столица Сенегала жизнь и раньше была непростой. А с началом эпидемии коронавируса всё стало ещё хуже. Многие рестораны и пекарни закрыты. А именно они часто обеспечивали беспризорных детей едой. В стране в ночное время действует комендантский час. Но и днём на улицах стало намного меньше людей, у которых маленькие бездомные выпрашивали деньги. А прохожие, которые по-прежнему перемещаются по городу, теперь боятся подходить к детям из-за опасности заразиться. «Это немыслимо и бесчеловечно, что дети вынуждены жить в таких условиях. Это не было их выбором. Дома правительства, люди и гражданское общество должны сфокусироваться на детях. Люди не понимают, что эти дети – бомба замедленного действия для Сенегала». Благотворительная организация Villages Pilots обычно даёт беспризорным детям приют. Но теперь, впервые за свою 30-летнюю историю, она начала бесплатно раздавать еду. Обычно на улицах живут дети, которые были вынуждены сбежать из дома. Также там оказываются ученики религиозных школ, которых наставники заставляют просить милостыню, чтобы учиться смиренности, и дети, которые бежали из таких школ. По данным Human Rights Watch, по всему Сенегалу насчитывается около 100 тысяч детей, которые учатся в религиозных школах. Правительство этой западноафриканской страны говорит, что законными методами преследуют тех, кто заставляет детей быть попрошайками. Однако благотворительные организации считают, что власти делают недостаточно.